Здесь библиотека, кстати, вот хорошая детская книжка, надо будет посмотреть. Сейчас пойду корзину возьму, вдруг что-то найду хорошее для себя. Здесь все по цветам. Некоторые говорят, что это с бабушек стареньких снято все. Но я бы не сказала, потому что здесь есть вещи, которые абсолютно новые, с этикетками. С умерших вряд ли их снимают. Вот такое для девочек интересное. Спортивной одежды много, если в спортзал ходить. Мужской отдел. Но долго не буду снимать. Потому что сильно много нет времени у меня сегодня. Люблю такие разные лосинки. Особенно что-либо поярче. Налит, а надо что-то яркое. Кстати, отдел купальников. Здесь можно найти себе пару хорошую. Я в основном черный цвет люблю. Черные купальники. Потому что их легче подобрать пару. И они такие носки. Вот, кстати. Глядь, какая красота. То, что доктор прописал. Как говорится. Такое я очень люблю. Вот, 8 долларов. Плюс такса сверху. Ну, круто. Надо купить. Возьму. Так, идем дальше. Вещи, вещи, вещи. Тут, кстати, зимние вещи еще немножко завалялись. Вот, на зиму такие вот хорошие курточки. Они легкие, теплые. У нас здесь сильных холодов нету. Но ветры и дожди есть. А вот такая курточка как раз то, что надо. Отдел детских игрушек. Я раньше очень интересовалась. Вот здесь даже есть какие-то наборы. Раньше мне нравилось смотреть детские игрушки. Сейчас пока внуков нет. Игрушками не интересуюсь. Да и внукам, конечно, я буду покупать только все новенькое. Все самое лучшее. Вот, кстати, машина. Вот, крутая машина за 3 доллара. Вау. Навехонькая в упаковочке. Отдел обуви. Тоже все по цветам расставлено. Коричневые, черные, красные, белые. Но обувь, конечно, стрёмно покупать в таких магазинах. Вот такие набор теней нашла. Кстати, классный набор. Алта. Алта это такой хороший магазин у нас считается. За 7 долларов можно набор теней взять. Я бы взяла, конечно, но я предпочитаю тени подороже, конечно. Не такие, как неизвестные компании. Лучше купить что-то такое фирменное. Мейблэн. Я люблю Кавер Гелл. Пазлы. Детские игрушки мягкие. Настольные игры. Кстати, у меня есть целая коллекция настольных игр. Мы здесь в Америке. Любим иногда провести время. Особенно, когда зима. Когда холодно. За настольными играми посидеть. Возле каминчика поиграть. Мягкие игрушки. Такие классненькие. Я хочу такой ананас игрушку. Какой хорошенький мишка. Два доллара. Как праздники проходят, то все сюда и свозят свои игрушки. Как у нас Валентинс Дэй праздник такой, когда мягкие игрушки дарят. Потом, смотрю, все вот валентиновские мишки. Все здесь сидят на полочке после Валентинс Дэй. Вот они все. Bears. Так, что? Вот эта красивая черепашка, как будто вязаная ручной работы. Ну, прелесть. Я вообще обожаю такие игрушки. Три доллара. Ути-пути. Кто-то, вот бабушка сидела, какая-то вязала. Класс. Люблю такие вещи. Спортивный инвентарь. Бутылки для воды. Для спортсменов. Ну, такие вещи лучше новыми покупать. Ну, здесь есть, кстати, новые бутылочки. Которые еще не пользованные. Вот. Помню вот такую гирю. Если я хотела купить это, берешь ее в две руки и трясешь. Трясешь. И потом у тебя вот такие вот мускулы. As you see on TV. Раньше на телевизоре рекламу давали на TV. Сейчас уже кто тут телевизор смотрит. Не знаю даже. Вот. Клюшки для гольфа. Кстати, самая популярная игра, наверное, в Америке. Это гольф. Вот. Для лыжников. Счастье. Рай для лыжников. Ну, такое. Вот что я люблю посмотреть. Это хаус декор. Обожаю. Вот что-то такое уникальное для декораций дома. Я раньше очень часто переезжала. И когда переезжаешь, то в основном все оставляешь на старом месте. И в новый дом уже что-то новое покупаешь. Поэтому все свои декорации я уже давно свезла вот в такой вот магазинчик. Кстати, прикольный букет из тюльпанова. Если такая высокая ваза напольная, можно поставить. Они такие, как натуральные цветы смотрятся. Но это с одной стороны. С другой стороны я не люблю искусственные цветы. Они меня грустно навевают на меня. Ну, прикольно. Вот на Christmas можно декорейшнс купить. Недорого. Украсить дом к Рождеству. Вот такие вот вещички я люблю. Вот это осенние какие-то праздники. Осенью Сэнс Гивен можно вот так вот украсить. Взять в дом такую вещь. Так, с этой стороны всякая разная дребедень. Не на что посмотреть. Всякие украшения. Колокольчики. Прикольные такие. Колокольчики, петушки фарфоровые. Что еще? Ангелы. Ну, тоже вот есть люди, которые любят такие миниатюрные фигурки. Я когда ехала в Грецию, то я своей знакомой везла такие фарфоровые молочники. Она как раз коллекционирует. Вот для любителей стекла и хрусталя. Здесь есть хрустальные бокалы, вазочки. Я не собираю, моя мама коллекционирует, собирает такие вещи. У нее целая коллекция хрусталя. А вот отдел старой-старой электроники. То есть, много из них в работающем состоянии. Большинство. Я бы даже сказала работающие. Ну, кто сейчас вообще пользуется? CD, DVD. Мало кто. А зато можно вот шнур выбрать, если у тебя где-то зарядка какая-то поломалась, порвалась. Удлинители можно купить, шнуры. Кстати, вот этот департмент очень полезный. Useful. Вот это мой самый фейворит, любимый, так сказать, отдел. Люблю большие кружки искать себе, смотреть. Как раз сесть так утречком кофеек попить из глубокого бокала. Но лучше всего, конечно, выбирать набор. Бывает, что здесь по 4, по 5, по 6 кружек одинаково. Лучше брать одинаковые, чем по одной кружке. Вот, кстати, из таких кружек я кофе пью. Классная такая, что-то написано даже. Вот, например, наборчик. Три кружки подряд. Бывает и больше. Вот наборчик. Хотя нет, это не наборчик. Это просто по цвету похоже. Так, сюда на место вернем. Ну, вот три кружки черных есть. Лучше, конечно, когда больше. Вот три красных кружки есть. Что еще? Так, кружек у меня, конечно, дома полно наборов. Вот, если надо какие-то бокалы для вина, для напитков, для коктейлей, для шампанского. Тоже можно набором купить бокалы. Вот такие рюмочки симпатичные. Вот, 1,99. Почти 2 доллара рюмочка. Ну, это мне тоже ничего не надо. Вот, тарелки. Пиалы или пиалы. Вот, кухонный утварь. Я здесь себе кафеварку приобрела за 5 долларов. Моя разбилась. Ну, вот, предположим, маккофе. Крутая кафеварка. Сейчас посмотрю цену. 7 долларов. 7 долларов. Практически новая кафеварка. Всякие миксеры есть. Ну, вот, миксеры я бы уже не рисковала покупать, потому что они могут быть и не работающими. С этой стороны всякие коробочки, чтобы кухню организовать. Например, для сыпучих, для разных чаев, сахаров, кофеев. Прикольно, как органайзер. А вот такой чайник прикольный, 7 долларов. Ну, чисто для украшения. Для украшения пространства. Ну, прелесть же, да? 7 долларов. Почему не купить? А вот отдел картины, фотографии. Я иногда рамки для фотографий покупаю. Какие-то такие фэнси модные. Можно здесь приобрести. Вот, ручная работа, вышивка. Ну, прикольно. У кого в таких цветах есть, например, спальня или living room. Можно приобрести. Ну, и, конечно же, картины. Вот, настоящие, рисованные. Вот рамка. Кстати, вот картина. Надо ей сейчас достать. Вот, достала картину. Снять ее. Портовый город, красивый. Ну, прелесть же, да? Прямо по холсту рисование. А вот картины больших размеров. Ну, так, если в обычный магазин прийти, я представляю, сколько вот такая вот картина может стоить. Долларом от 300. Это, я думаю, панно. Целое панно. Так, не вижу цены. Ну, ладно. Так, вот здесь мебель старая. Кто-то просто сбросил. Кстати, симпатичный такой современный столик. У меня такие же деревянные полы. Вот он стоит 20 долларов. Круглый стол. Так как кофе-тейбл. Можно возле диванчика поставить. Мне нравится, вот, что здесь можно разные лампы купить. Такие торшеры. Здесь, правда, выбор не сильно большой. И вот такие лампы есть на стол поставить. Ну, выбора сильно нет. Так, там всякие одеялки. Ну, собственно, никому медведь не нужен. Потерялся. Собственно, это все, что я хотела показать. Вот, для строителей рабочая одежда. Кстати, хорошо для тех, кто ночью с собаками гуляет или вечером. Вот я хотела себе такую штучку купить, когда я по ночам бегаю по улицам. Спортом занимаюсь. Чтобы меня машины видели. Ну, это... Мне немножко стыдно это одевать, потому что это больше как строительная такая роба. Отдел детских вещей. Тоже все по цветам, по размерам. Все аккуратненькое. Ну, детские вещи, они вообще так быстро... Так быстро они уходят. То есть, ты купил вот ребеночку, а через месяц уже все. Она еще новенькая. Можно вот сдать в такой магазин. И все. Они такие красивые, пестренькие. Ну вот. Глянь, какая прелесть. Шортики детские. Два девяносто девять. Джинсики, шортики. Ну, чем не прелесть? А вот какие яркие кофточки. Глянь. Адидас взять для ребеночка. Это на полтора, может, годика. Семь долларов адидасовская кофточка стоит. Ну, прелесть же, да? А вот какая милота. Детские купальнички на девочек маленьких. Вот клубничечка какая. Утик-пути. Для малюсеньких девочек такие купальнички хорошенькие. Ну, вот сколько? Три доллара. Детские вещи. Вот платья можно. Тоже платья купила. Один раз одел ребенку и все. Второй раз уже можно идти сдавать в такой магазин. Глянь, какой свитер симпатичный. Четыре доллара. Я люблю яркие вещи. Чтоб все было ярко. С капюшончиком. Но у меня нет маленьких деток. Ой, а вот пальтишко вообще. Пять долларов. Какое красивое. Иду на кассу. Вот носки. Всех цветов, сортов и размеров. Очки можно купить. Всякие снеки можно купить. И вот мой самый любимый отдел. Это бижутерия и украшения. Золото-серебро здесь, конечно, не найдешь. Но что-то такое. Жемчуг, например. Я всегда смотрю жемчуг. Что-то жемчужное. Сейчас посмотрю и на кассу пойду.